так юля ты сегодня выспалась ну в целом да а зарядочку утреннюю оздоровительную сделала там что-то встала размяла а как же насчет тогда завтрака полезно сбалансированного был честно говоря я спешила вот кофе допиваю на ходу там что-то перекусила что за контроль какой контроль это не контроль это забота я вот например вчера в 10 вечера сегодня встал 6 сделал зарядку максимальную а потом позавтракал плотненько согласно рецепту нутрициолога это конечно очень ответственно подошел к началу этого дня что сегодня за день не напомнишь день дисциплины дисциплины день здоровья что такое а нет сегодня юлия день заботы о себе поэтому проведем его с максимальной пользы для себя нашего здоровья и наших телезрителей доброе утро губерния 24 июля с вами встречают самый дисциплинированный ведущий максим полознюк и самая заботливая ведущая юлия север и вот мы позаботились о вас посмотрим что же нас ждет сегодня в эфире забота о себе начинается с питания составляем полезный рацион вместе с нутрициологом отправляемся на выставку контрастов вместе с нашей съемочной группой как создаются принты для одежды знакомимся с творческой командой которую вдохновляет родной город еда должна быть не только вкусной но и красивый вдохновение ищем нашем сюжете но для начала разберемся как бы наши телезрители провели бы день заботы о себе я обязательно почитала книгу я бы никуда не пошла я посмотрела бы какую-то старую русскую комедию просто росла и выспалась бы обязательно просто отдыхала ни о чем не думал отдыхала купалась на на проран бы поехала мечтаю нет я что-нибудь сделала бы полезное а то скучно ой я бы пошла к косметологу на массаж лица я бы пошла на спа на пляж ну в общем вот как то так все для себя любим однозначно вы же девочки спа где-нибудь спа да не знаю я бы чего-нибудь подумать сделал хорошего только для себя хорошо выспался позавтракал прогулялся вдоль волги полежала немножко на пляже искупаться и вечером куда-нибудь в ресторанчик сходить я бы потренироваться бы сходила да на тренировку обязательно поесть потом на тренировку и потом еще раз поесть из научной деятельности начинаем день заботы о себе с составление правильного рациона питания сбалансирована пора каждый раз мы это делаем каждый раз учим и надеюсь наши телезрители прислушиваются к нам и к нашим нутрициологам у нас гостях ольга галимова доброе утро забота о себе это все-таки питание ну для вас первый один из моментов конечно это правильное питание и правильное питание начинается с выбора продуктов которых мы будем готовить до какой-то правильно полезно еду поэтому идя на рынок либо куда-то магазина руководствоваться таким можно простым правилам чем проще продукт чем короче состав его тем он будет полезнее поэтому цельные овощи цельные фрукты там до мяса рыба это наиболее полезные продукты например если там взять тортик или колбасу какую-то обычно там 15-20 компонентов составе ну чем больше тем скажем так не полезнее а сыр относится к довольно полезным продуктам но тоже смотреть нужно потому что может быть много очень добавок если это просто ферментированный продукт молочный то то тоже полезный чем вы сегодня завтракали расскажите нам поделитесь что вы поняли как это должно быть у меня есть свой огород поэтому по утрам обязательно я хожу на грядочки собираю зелень руккола салат зеленый укропчик петрушка все это чуть-чуть притушиваю на масле кхи и еще пару яиц можно еще запить напитком по типу какао потому что это тоже источник магний например в какао очень много магний добавить туда масло называется на себе диета дополнительная энергия где же мясо да когда появляется в этом завтраке моем белковым продуктом выступает яйцо больше не надо для завтрака в принципе достаточно если это будет обед туда мы будем руководствоваться правилом тарелки наверное все уже слышали да когда половина тарелки это овощи либо в свежем либо в тушеном виде например там овощной салат помидоры огурчики там какая-то зелень вот одна четвертая часть тарелки это белок обязательно это рыба или мясо может быть яйца да в завтраке например и еще одна четвертая часть тарелки это углеводы обычно это крупа в моем завтраке углеводом могут выступать зелень тоже она как углеводистая да и либо ягод ну ягода мне тоже закусил на как бы такая горсть ягодок фрукты утром фрукты могут быть после еды тоже могут быть фрукт а каша может быть и а каша может быть углеводом но лучше чтобы она была без молочная и не сладкая как бы то есть крупа крупа это рис до риса гречка какой-нибудь киноа кто любит например может быть даже картофель углеводом но в случае картофеля есть такой вот момент что в принципе вся еда должна быть съедаться теплой но вот случае с картофелем чтобы сделать его полезным нужно есть его в холодном виде это исключение до остывши остывшим чего интересного картошечка с маслицем так и кстати не люблю картофель но очень многие любят этот вид на вас лица растекается ну вот карточку горячим горячим виде картофеля является углеводом который как раз способствует набору веса да люди там при частом употреблении картофель ну реально какая-то химическая реакция а если есть остывший картофель то крахмал из которого в основном стоит картофель становится стабильным и он начинает выполнять функцию пребиотика питания микрофлора наш и плюс еще вторая функция появляется не ватсорбент он как бы как щетка впитывает себя какие-то токсины шелак и выводит их из организма что не так с творогом на него так нападают в последнее время неужели это плохой источник белка творог хороший источник белка также дополнительно содержит большое количество кальция но есть скажем так такие моменты когда у человека есть непереносимость белковых продуктов молочных белковых продуктов да не достаточно фермента например для переваривания этого белка и поэтому им будет противопоказан такой продукт либо наблюдениями можно выявить дань какую-то непереносимость белка либо анализ нужно сдавать чтобы понимать то есть здесь нужно понимать подходит он вам или нет а так это да полезный хороший белковый продукт возвращаемся к вашему личному режиму дня это мы уже выяснили какой бы завтрак когда он был то есть во сколько вы просыпаетесь и во сколько вы завтракаете примерно где-то ну в 6 утра я встаю потом в течение желательно течение часа позавтракать это нужно для того чтобы организм не пытался взять откуда-то до из своих же запасов питания потому что например я не хочу худеть вот и мне нужно обязательно позавтракать в течение первого часа подготовка к завтраку да там завтрака и вот течение часа и стакан воды перед ним два стакана теплой воды ну что ж продолжим после большой паузы выяснять режим правильного питания что же есть на обед и ужин составили список хороших продуктов для завтрака а теперь посмотрим что же нам составили фрагнозе синоптики в среду в самарской области будет переменная облачность преимущественно без осадков днем плюс 20 плюс 25 ночи плюс 11 плюс 16 ветер будет дуть север-восточный со скоростью 7 12 метров в секунду на севере и западе в дневное время плюс 20 плюс 25 на востоке и юге 21 24 градуса тепла в самаре облачно с прояснениями днем плюс 23 ночью 14 18 градусов тепла атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба относительная влажность воздуха 39 72 процента температура воды в волге 22 градуса продолжаем составлять идеальный рацион на день вместе нашим гостем я только галим в нутрициолог мы уже выяснили все про завтра теперь давайте про обед какой он будет у вас может сегодня если вы знаете и какой он должен быть в идеале сегодня мне будет на на обед вчерашний ужин скажем как это гороховый суп с говядиной вот без хлеба хлеба у меня дома есть хлебцы то есть я на часто ем хлебцы вот кстати говоря да правило тарелки правило тарелки сейчас звучит везде думают люди а когда же есть суп как его внедрить в это правило в супе тоже получается этот гороховый суп берем да у нас есть мясо там кусочек мяса обязательно будет моей тарелки есть горох это тоже кстати белок вот то есть белок мясо белок горох то что мясо много не съешь из супа вот овощи в супе есть там лук морковь томат есть чеснок есть зелень там тоже будет свежая сверху это у нас и углеводы и получается часть клетчатки да но таких прямо как бы прямо супер углеводов все очень мало да получается картофель здесь картофель морковь то это же добавляю да ну как бы тоже получается все довольно сытный суп коровый суп это очень стоит звучит мне очень когда съесть после описания супа так ладно ужин идем дальше на ужин что-то придется готовить поэтому скорее всего и проще всего и полезнее всего готовить чтобы это был белок у нас для рыбка например да там мясо было в обед на завтрак были яйца из белка а то на ужин рыба или морепродукты да морепродукты креветки отличный там источник белка и микроэлементы даже и часть тарелки это как раз вот овощи овощной салат к белковому какому-то продукту будет отличным дополнением и люди которые хотят похудеть запросить вес вот в таком формате без углеводов ужин есть это для них там сытно и полезно и момент помогающий похудеть так вот вы уже сказали что получается вчера на ужин был суп то есть суп на уже нормально можно да может а во сколько он должен быть желательно часа за два за три до сна а сон у нас в идеале этого там 10 до 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 11 даже лучше уснуть потому что максимальная выработка гормона с нами вот они начинаются примерно с 10 до 12 максимум которые происходят 8 8 край 9 надо поужинать составляете ли вы мне вот мы узнали да как проходит идеальный день нутрициолога нутрициолога я имею ввиду в плане питания составляете ли вы на месяц меню вообще как быть здесь людям нужно ли как-то про и вас потом захотелось вот там ну для себя я не составляю строго меню на месяц потому что для меня это немножечко нервная ситуация да там нужно точно посчитать друг чего-то не хватает там начинаешь думать на где же взять нужно срочно бежать магазин купить поэтому ну вот в основном как раз я покупаю основные мы семьей покупаем основные продукты заготавливаем их обязательно в морозильнике держим мясо рыба овощи в огороде да там сбегали там что нужно нарвали собрали выкопали вот и так проще какие-то молочные продукты или яйца тоже в холодильнике закупаем заранее ольга голова спасибо мы сегодня послужили настоящим примером для нас да у вас так все играючи и так легко и просто и хочется следовать этим правилам и попробуем к вам присоединиться там взяли просто красивый спасибо большое что ша тему еды продолжит они петься на сцене закуста простая русская закуска просто в формулении фуршетного мастера тут сыр много сухого чеснока и как за стандартный лимонез из самых простых ингредиентов может получиться оригинальное блюдо главное правильно его подать в кулинарном мире даже существует отдельная профессия фуршетный мастер фуршетный мастер занимается тем то что он преподносит красивую еду то есть еда она может быть не только вкусной но она еще может быть очень красивой я получила образование единственной онлайн школы которая имеет лицензию от министерства образования все закуски марии готовят по технологическим картам в рецептах прописаны ингредиенты и их точное количество вот например к растине так называются бутерброды на два укуса говядина вяленые томаты и соус основание багет все хлебобулочные изделия мария выпекает сама секретиков много это в основном такие вот авторские рецепты которые я просто практикую я еще раз повторю я не повар надо я фуршетный мастер и здесь дело даже вот как бы не говорили о том что нужно иметь обязательно профессию повару чтобы готовить красиво но нет фуршетный мастер он может сделать ту еду которая даже вот она не вкусная но через красоту через подачу он может преподнести ее так чтобы человек ел ему было вкусно вместо привычного всем творожного сыра мария предпочитает только крем чиз у него лучше консистенция для декора используют шпажки или вот такие кулинарные пипетки капсулы для соуса ведь если его налить заранее внешний вид блюда испортится а так им предполагается воспользоваться непосредственно перед поеданием я постоянно исследую что-то постоянно пытаюсь что-то найти что-то новое красивое очень много всяких разных приспособлений всяких разных шпажек кулинарных пипеток цветов даже вот я обучаясь фуршетному мастерству я увидела что вот эти анютины глазки я узнала цветы анютины глазки они оказываются все удобные срок годности закусок восемь часов это с учетом хранения в холодильнике если же вы собрались на пикник лучше такое угощение предложить гостям в первую очередь татьяна петсона вячеслав ершов программа утро губернии что ж мы продолжаем отмечать день заботы о себе и сейчас будем заботиться даже не только о себе но и о своих детях потому что у нас студии татьяна шевлягина педиатр первой категории заведующий педиатрическим отделением поликлиники номер один клинической больницы ржд медицина город самара здравствуй здравствуйте перед началом нашей беседы напоминаем нашим зрителям что перед проведением медицинских процедур необходимо просутироваться специалистам да татьяна расскажите пожалуйста если ребенок часто болеет вот родители многие сталкиваются с этим что это значит ослаблен иммунитет как-то можно его поднять для начала давайте немножко поговорим что такое часто болеющий ребенок да сколько это раз в год должен ребенок болеть в норме дети болеют от четырех до шести раз причем маленькие дети они болеют более часто чем школьники если ребенок болеет легко да это какие-то ринит и ринофаренгиты то это вполне нормальная ситуация если это какие-то тяжелые заболевания там пневмонии конечно нужно уже обращаться к врачу и думать и к аллергологу разбираться маленькие дети они болеют часто из-за чего из-за того что у них незрелая иммунная система иммунная система формируется обычно к трем годам иногда имеет место поздний иммунный старт такие дети формируют иммунный ответ уже будут пяти годам ближе и кажется родителям что вот они отдали ребенка в детский сад и он начинает и болеть и болеть и болеть то здесь нужно немножко подождать переждать иммунная система она немножко стабилизируется и в принципе все будет хорошо школьники они болеют чаще из-за режимных моментов да то есть это недосыпание должен быть полноценный сон восьмичасовой рациональное питание да то есть по белкам микроэлементом очень важно чтобы не было дефицита железа анемии у ребенка и дефицита витамина d сейчас у нас детки очень часто в гаджетах телефона мало спят плохо кушают мало гуляют обездвижен образ жизни поэтому конечно все на иммунную систему влияет все поправимо по вашим словам необходимо просто восстановить режим и больше контроля со стороны родителей как часто нужно посещать педиатра я знаю то что деток там до года каждый месяц приводит к врачу чтобы взвесить посмотреть так далее а вот более старше да все правильно грудничков мы смотрим раз в месяц до взвешиваем измеряем делаем прививки профилактические детей от года до двух мы осматриваем раз в три месяца а детей старше двух лет достаточно один раз в год посмотреть то есть просто раз в год контрольный прием у педиатра там же наверняка можно опять же местах скопления людей подцепить что-то там вот нужны какие-то дополнительные привычки делать перед тем в отпуск и ехать какие меры да что сейчас вообще какие болезни ходят летом но обычно летом это кишечная инфекция очень актуальна это кишечная палочка сальмонулез дизентерия да также очень актуален в этом году и ротовирус и энтеровирусной инфекцией нужно соблюдать меры личной гигиены мыть руки мыть овощи и фрукты перед тем как их употреблять то самое главное быть руки от толпы держаться ну не знаю там маслом как не спрячешься не спрячешься а летом многие стараются отвести ребенка на море поднять иммунитет подышать свежим воздухом соленым помогает ли она помогает конечно морской воздух содержит очень много микроэлементов это йод и кальций магний натрий это все очень полезно и для дыхательной системы для сердечно-сосудистой в том числе для иммунитета кстати по поводу болезни слышал не раз что вот если у человека температура это хорошо организм борется собственно говоря с вирусом вот а мы и сбиваем вот что правильно и неправильно да аступать ну дилемма то есть при температуре 38 градусов действительно начинает вырабатываются интерферон свой собственный в организме который запускает ему на ответ да но если у ребенка в анамнезе есть фибрильные судороги какие-то неврологические заболевания то такому ребенку мы будем конечно забивать температуре 37 уже нужно будет помогать то есть необходимо смотреть да если температура поднялась у ребенка надо любом случае к врачу то есть не менее просто сидим не ждем пока у него она спадет или что-то еще там ну если все хорошо у ребенка если он активный если он пьет достаточно кушает то в принципе можно понаблюдать посмотреть какое-то время избивать уже потом если вдруг да 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 если какие-то есть нарушения но самый главный наверное совет пить больше жидкости больше жидкости вообще любая болезнь и летом летом быстро пробежит она уже практически пролетела начнутся опять же садики школы опять же как мы уже сказали да частые болезни многие связывают именно с садиками со школы но все-таки что сделать чтобы полить меньше вот этот период восстановить режим дня в первую очередь да то есть мы до начала школы и садика ребенка готовим до начинаем убудить пораньше чтобы не было стресса перед началом первого учебного этого года перед первым первым сентября вот это все к самое главное режимные моменты какую-то профилактику быть может я не знаю я слышала допустим ноги там промывают нос ну вот это все зоны рвы и конечно мы промываем нос горло после прихода из школы руки моем конечно а еще сейчас часто преклонирует всевозможные витаминные комплексы детские там и взрослые когда они работают они работают но лучше всего есть свежие овощи и фрукты и мясо белок то есть через питание действительно можно повлиять на иммунитет на крепкость организма перед болезнью если ребенок боится врачей очень часто я мама даже я боюсь нужно ребенка подготовить до перед походом к врачу нужно за несколько дней рассказать и как будет проходить процедуры что будет делать да как будет проходить осмотр очень дотошно и последовательно рассказать там вот мы придем тебя доктор осмотрит посмотрит горло и и в принципе ребенок когда приходит подготовленный он уже не то есть он не ждет да 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 некоторые наоборот то там скрывают если будут брать там анализы какие-то не говорят до последнего что это не волновать хотя награды на спасибо мы сегодня разобрались во многих вопросах надеюсь что будем болеть как можно меньше болеем так он пойдем напоминаем что у нас гостях была татьяна шевлягина педиатр первой категории заведующей педиатрическим отделением при клинике номер один ржд медицинная города самара спасибо большое а наш эфир продолжит цветущий максим полагнюк глаксинья глаксинья это клубневое многолетнее растение оно имеет короткие побеги и сочную зеленую листву с небольшим опушением бархатистые цветки колокольчатой формы могут быть разнообразных окрасов и видов глаксинья считается цветком с положительной энергетикой которая притягивает в дом тепло спокойствие уют и удачу поэтому отлично подойдет для украшения спальни или детской при выращивании глаксиньи в комнатных условиях для нее необходимо выбрать просторное место которое должно быть очень хорошо освещено при этом свет нужен яркий но рассеяние оптимальная продолжительность светового дня для такого цветка равна 12 14 часов глаксинья нуждается в повышенной влажности воздуха однако следует запомнить что опрыскивать ее нельзя так как жидкость не должна попадать на ее листовые цветки связи с этим для увеличения влажности рядом с цветком рекомендуется ставить открытые сосуды наполненные водой размножать такое растение можно семенами или черенками листьев такой нежный на вид цветочек чем-то интересненьким пахнет даже похож на колокольчик такой приятно пахнет кстати да и на ощупь тоже приятен я бы завел доброе утро вновь с заботой и нежностью вам говорят ведущие юлия север и максим полагнюк 24 июля на дворе и мир отмечает международный день заботы о себе поэтому будем сегодня вдохновлять как же это нам день провести вместе давай максим как бы ты провел свой идеальный день я бы отложил все рабочие дела но встал бы пораньше чтобы как раз уделить побольше времени себе принял бы ванну сходил бы на массаж обязательно отлично мне кажется галочку надо поставить многим нашим телезрителям на нас наконец-то выбрался бы просто не знаю там покататься на велосипеде а вечером посмотрел бы кино которое давно хотел вот этому идеально классно классно но я бы начала наверно с того что отключил бы телефон точно отключила бы телефон и возможно я бы сходила я конечно понимаю что девочки все там вроде бы как процедура красоты и так далее но я бы хотела бы сейчас какие-нибудь аттракционы вот покричать по до адреналинчик насладиться и мне кажется выплеснуть какие-то ненужные эмоции запастись нужными ну что ж надеюсь выбирайте да подбросили пару идей посмотрим на как другие жители нашей губернии тоже проведут день для себя я обязательно почитала книгу я бы никуда не пошла я посмотрела бы какую-то старую русскую комедию просто росла и выспалась бы обязательно просто отдыхал ни о чем не думал отдыхала купалась на на прорамбу поехала мечтаю нет я что-нибудь сделала бы полезное а то скучно о я бы пошла к косметологу на массаж лица я бы пошла на спа на пляж ну в общем вот как то так все для себя любимый однозначно вы же девочки спа где-нибудь спа да я не знаю я бы что-нибудь подумать сделал хорошие только для себя хорошо выспался позавтракал прогулялся вдоль волги полежал немножко на пляже искупался и вечером куда-нибудь в ресторанчик я бы тренироваться бы сходила да на тренировку обязательно поесть потом на тренировку и потом еще раз поесть из научной деятельности ну что время позаботиться о себе и о своем стиле у нас в гостях я на кузнецова художник-принтист июля мязина модель и ценитель нашей моды вот так вот девчонки доброе утро ну рассказывайте что это такое интересное что за принты вы создаете я наверное вопрос первый к вам я сама принт художник иллюстратор дизайнер как раз паттернов мне было интересно чтобы картины которые я вижу в жизни до встречаю и чем вдохновляет чтобы они жили свою жизнь дальше и переходили из плоскости листа из виртуальной из digital переходили уже обратно в живые изделия и приносили радость удовольствие внедрялись в жизнь наших да на самом деле если приглядеться то везде что-то знакомое до боли так это вот я видел это видел то ты еще даже не понял что за вещи а уже понял что вот это твое да там целая жизнь если вот на наши операторы конечно же наведут познакомит наших зрителей с каким-то там интересным рисунком это все самара правильно да я работаю в разных техниках и вот в начиная от акварельный до digital здесь как раз история которую мы сегодня хотим очень показать представить вдохновить это принт нарисованный в диджитал формате то есть он нарисован вручную но с помощью инструментов компьютерных здесь у нас самарская история да то есть у меня была такая цель миссия сделать эдакий самарский продукт сувенир который бы отражал вот нашу наши гордости вообще до рассказал о нашем городе во всех аспектах и я взяла для себя сюжетом это самарская набережная то есть это уникальное вообще место и события то есть это на самом деле сложно показать одной какой-то картинкой это как раз набор каких-то визуальных кодов и как раз я вдохновлялась стилем 17 века туаль де жуи это французский стиль они как раз рассказывали через ткань о своей местности в романтичных сюжетах и вот я взяла за основу эту историю собрала с своих подписчиков друзей тех кто был в поле рядом какие-то что есть не то есть я сдавала просто что для вас а что для вас разная сузела то есть я именно саму а набережную собрал и мы собрали такие сюжеты мы видим что здесь и майки и юбки и зонты и зонтик да что вы что угодно включая даже платки да все перенесло можно перенести на любой предмет одежды да так как я сама принт-художник и мне то есть я создала картину мне было интересно ее посмотреть а как она работает на разных-разных предметах не только одежда да ну здесь мы видим открытки мы испытывали мы делали вот такую подборку стилизации то есть мы платок который вот нас есть там в нескольких цветах мы то есть со стороны стиля еще посмотрели а как это вообще в современных реалиях будет работать то есть прекрасно иметь подарок в подарок и вручить платок ну что с ним делать а давайте просим юлия юля нашли ли вы место это замечательно платку действительно ли носите и какой любимый из этих вариантов я вижу 13 аж 13 вариантов того как можно не мог представить это все варианты платка одного и хочу заметить что 13 это еще не предел после этого я придумали еще можно сказать такое же количество способов до которые надеемся тоже воплотить то что наши морские красоты до пределов фантазии приносит на а вот так еще а вот так я очень много наших ценителей до нашего творчества подсказывают новые способы такая инструкция должна быть у каждого человека точно как я еще не носил сегодня мы на сайте отразили у нас есть специальный раздел на сайте есть это всегда под рукой действительно юль ну вглядываются когда носите конечно ношу я мне кажется один из самых больших фанатов я не на в творчество в частности я не их платков у меня уже в коллекции несколько вариантов расцветок и я безумно вдохновляюсь тем что она делает этим сюжетом принтом огромная гордость просто счастье показывать его людям миру ознакомить с нашим прекрасным городом и вызывать у коллег когда у друзей у родственников у жителей нашего города вот такую же любовь да как благодаря которой она появилась у меня и вот транслировать это через прекрасный сюжет после небольшой паузы продолжим примерять на себя и рассматривать всю эту красоту мы сегодня вдохновляемся наш студии художниками марина баркова тоже ими вдохновляется в своем сюжете в одной из творческой студии открылась экспозиция контрасты с полотен двух самарских художниц буквально веет морским бризом летними путешествиями экзотическими странами яркость красок зашкаливает несмотря на то что работы перемешаны на каждой стене отличить пейзажи марины лепатовой от портретов светланы кузиной не сложно кстати молодая мама не так давно вернулась из индии там она делала скетчи акварельным карандашом пытаясь все совмещать и пытаясь поймать эмоции что-то запечатлеть получить новый опыт поэтому ну например в индия я там оставалась достаточно долго совсем не тосковать по дому я себе дала цель узнать как можно больше и вот это мое любопытство мне помогло пережить эти месяцы в расставании с родными а почему вы поехали туда за мужем он получил контракт и временно уехал туда в командировку и сколько там бы 7 месяцев три портрета моей внучки один миг джаггера и один автопортрет насколько я помню до 5 портрет а нет еще девушка вот ну и тоже можно назвать портретом даже 6 последнее время стала писать людей а до этого как-то больше отдавал предпочтение натюрморту или городскому пейзажу сейчас меня стало интересовать внутренний мир людей психологии людская в какой-то степени настроение то есть я пишу даже не столько сходство людское портретное а сколько и внутренний мир человека в студии творчество это уже пятый выставочный проект в день открытия каждого нового вернисажа студия превращается в галерею где играет живая музыка и собирается творческая богема в будние дни уроки живописи рисунка скульптуры и графики проходят вместе с наставником а пространство внутри студии служит наглядным примером молодому поколению да мы показываем немножко образованного культурно ребята которые хотят подняться уже чуть чуть выше в сторону профессиональной реализации да они тоже видят работу профессиональных художников потому что у нас какое кредо да нужно если ты хочешь стать сильным стремись и смотри сильного марина баркова сергей костин программа утро губернии продолжаем наряжать себя не просто какими-то элементами одежды а настоящими произведениями искусства у нас сегодня в гостях яна кузнецова художник принтист юлия мязина модель цените нашу самарской поволжской моды на себя примерил этот на себя примерил платок еще раз этот манер морской стиль да я назвала это еще морской волк такое надел прихорошился надел аспадриль и пошел на свои я должна быть свои ядоль по волге девчонки но я вижу то что на вас тоже на что-то такое перекликающиеся это тоже принт я на скажу да да это тоже принта 2 мы его называем текстура воды здесь но тоже продолжение волжской на самом деле тематике и главного источника вдохновения до до абстрактное такое живописное полотно который превратился бесшовную ткань и потом уже стала костюмами это тоже какая-то коллекция целая она чуть меньшем объеме меньше айтемов меньше как сказать видов изделий не так же не такая широкая большая линейка но да это целая коллекция очень интересно классно юль вы ценитель наши моды действительно ли в самаре есть такие свои фишечки свой стиль быть может у самарских девушек уже как-то углядели рассмотрели да я считаю что основным элементом стиля самарских девушек является их харизма потрясающе невероятная красота а который который известна дань во всей россии и в мире в том числе то есть от очень многих знакомых узнаю получая обратную связь когда они узнают что из самара они такие о мы знаем да конечно ваши шикарные потрясающие девушки вот смотрите коллекция мы сейчас видим на экранах как классно смотрится вообще что-то такое необычное интересное то что цепляет глаз точно и фонки да какие отзывы вот у людей которые уже поносили при примере ли вот что они чувствовали были какие-то обычно приходят за вторым за вторым и за третьим когда человек уже становится обладателем и проникается этой всей истории чаще всего он приходит за подобным или чем-то похожим для своей подруги обычно кстати частенько бывает для той которые уехали куда-то разъехали чтобы напомнить помнить друзьям родственникам хотят делиться вот этой любовью к самаре да сюжетами о родном городе с друзьями да с людьми из других городов и стран и это особенно приятно так а вот материалы сколько они долговечные насколько они хрупкие то есть как укаживать до чтобы да я выбирала качественную печать то есть плато который на вас это специальная печать цифровая которая самая современная она но абсолютно никуда не девается после да а вот играет что они знаете это не так что как будто бы сверху до рисунка нанесена печатом как-то там но это технологии которые печатаются прямо на рулонах полноценные большие-большие фабрики на самом деле этим занимаются если говорить про платки это еще натуральная ткань это сложно в производстве то есть обычно мы имеем дело с синтетическими тканями если говорить про сувенирная вот такую продукцию здесь я как как раз сувенирная линейка да вот тоже видели сюжете что и на конкурсе это было оценено знающими людьми которые разбираются в технологиях что это очень крутое качество если говорить про футболки вот эти футболки которые вот в разных цветах они выполнены шелкографии что опять же выбирая из плюс-минус одинаковых похожих это самая качественная долговечная какие-то советы как носить как сочетать ну нельзя же вам наверно полностью смог до головы вот этим принтово как все-таки разбавить носить с однотонными вещами с какими-то простыми вещами если говорить про футболки но это вообще в принципе очень универсальная вечно да мы даже наоборот своих стилизации когда снимаем мы предлагаем чуть дальше пойти не просто надеть джинсы и футболку надеть например с жемчужным ожерельем как-то подвязать как-то подвернуть так чтобы это было необычно то есть еще и в рисунке но и вся форма чтобы работала на то чтобы человек выглядел выигрышно интересно яна и юлия спасибо просто невероятная красота я думаю планов там еще очень много много и встретимся в студии еще не один раз чтобы рассказать о ваших достижениях вдохновения уже благодаря что же но мы уже посмотрели что люди творческих профессий как-то по-другому смотрят на этот мир также и фотографы у них недавно кстати был вау свой праздник который они отметили выставкой на нее и приглашаем у них особенный взгляд на происходящее они владеют уникальным навыком рассказать целую историю лишь одним снимком свой профессиональный праздник 12 июля отмечают те для кого фотография дело жизни или просто увлечения отдел современного искусства тольяттинского художественного музея представляет ежегодный выставочный проект городской фотографии свет и тень музыка камня и дерева так звучит тема выставки этого года на кадрах гармоничное сочетание городского пейзажа и природы в жанрах изобразительных приемах и ключевых замыслах будем разбираться вместе с авторами снимков что видит фотохудожник когда гуляет по улице интерьете я человек который не любит что-то планировать основа это импровизация я беру свой фотоаппарат и выбираю плюс-минус определенную локацию в которой я буду сегодня ходить и искать какие-нибудь интересные фотографии конкретно здесь это было ближе к краю нового города к примеру вот это вот эта фотография была где локация такие подсобные помещения и там множество различных граффити я увидел довольно интересную композицию можно было сфотографировать столб на фоне дерева как бы получить такой контраст камня и дерева как раз про что и собственно выставка и совместить их в композиции с разлом из которого что-то растет я думаю вполне себе хороший контраст у нас на самом деле три проекта и город в объективе это самый ну такой наверное творческий проект он каждый семестр реализуется то есть два раза в год студенты разных совершенно специальности собираются обсуждают темы иногда темы предлагаем и иногда ну в общем-то инициатива исходит от самих участников и ребята каждый по-своему показывают как может выглядеть наш город его уголки какие-то детали какие-то ну совершенно неожиданные вещи и мы знаем такое выражение что архитектура это застывшая в камне музыка и поэтому я приняла решение направить в разном жанре работы то есть здесь можно увидеть работы студентов в жанре уличной фотографии постановочную фотографию непосредственно архитектурную фотографию то есть фотографию городской среды и такой не совсем обычный жанр он больше к современному искусству относится это urban ротка то есть фотографии которые имитируют стиль художника марка ротка и представляют собой такие снимки напоминающие живописные полотна абстрактные теперь мы на площадке экспериментальной фотографии елена вот поделитесь какой концепции объединены все работы здесь ну вот концепция для выставки была общей музыка камни и дерево соответственно мы отбирали фотографии где люди не играют им главенствующую роль ну и соответственно раскрыта именно эта тема здесь представлено порядка 80 фотографий люди часто видят фотографии четкие хорошие там всячески обработанные выхолощенные экспериментальная фотография она иногда уходит в корни ну то есть к началу фотографии как пин холл это по сути как бы современная камера обскуры это съемка вообще без объектива то есть это съемка через отверстие плюс какие-то смешные там например объективы которые по-разному искажают действительность просто без экспериментальной фотографии нет наверное какого-то развития именно фотографии как виды искусства на сегодня все мы говорим вам пока и напоминаем что с вами были ведущие максим плагнюк и юлия север позаботьтесь себя и берегите себя пока пока до юля хочу о тебе позаботиться сегодня приглашаю на чашечку кофе после эфира у меня же говорю я сегодня отключу телефон хочу пойти погулять по быть одна потом на йогу может быть схожу могу понятно пойду с операторами а